Художника любой обидеть может. Особенно, если его творчество предварительно оскорбило фактом своего существования и стилем исполнения населения отдельно взятого города, а то и целой страны. Сейчас весь отечественный интернет продолжает шутить по поводу неказистого памятника Аленки, который был установлен, а в данный момент уже и демонтирован в Нововоронеже. Но если кто-то думает, что других странных памятников на просторах необъятного отечества нет, то он заблуждается. Более того, у нововоронежской Аленки даже есть родная сестра. Привет, интересные факты на желтом В Пензе можно увидеть вот такого странного кентавра с прямоугольным отверстием в груди, вывернутым на 180 градусов торсом, улыбкой и распростертыми объятиями. Сам художник неоднократно заявлял, что идея статуи в том, что когда на его кентавра садится человек, то чудо-существо оказывается повернутым к человеку не спиной, а лицом. А вот такой глубокий смысл. Творчество жители Пензы не оценили и пытались добиться от властей демонтажа памятника. Впрочем, ничего у граждан не вышло. Зато им удалось выяснить, что несоциально ориентированное творчество обошлось бюджету города почти в 40 тысяч долларов. В Брянской области в Новозыпкове был установлен памятник пограничнику, и автомат Калашникова на нем – это самая качественная деталь. Глядя на собаку, складывается стойкое впечатление о том, что ее бабушка согрешила, но не с водолазом, как в известном произведении Булгакова, а, судя по всему, с медведем. На скульптуру в свое время пожаловались сами пограничники, однако добиться ничего не удалось. Особенно военных интересовала порода несчастного животного. На этот вопрос творец заявил, что пытался изобразить породу неопределенную, так как хотел отдать дань уважения всем собакам на службе армии. В ответ на это пограничники рекомендовали дворцу поставить созданный памятник у себя в саду. Помимо Аленки, в Ново-Воронеже есть еще один странный памятник. Любят там это дело. Скульптура в честь первого реактора. Энергоблок здесь был запущен почти 55 лет назад. Памятник открыли в 2019 году, конечно же, за бюджетные деньги. В проекте принимал участие и директора Ново-Воронежской АЭС Владимир Петрович Поваров, по мнению которого такой монумент позволит сохранить историю. В 2013 году в Благовещенске был установлен памятник продавщице мороженого – Зинаиде Синицыной. Женщина умерла 25 лет назад и до этого была местной знаменитостью в самом хорошем смысле. Ставили монумент не за бюджетные, а за народные деньги. Жители пожертвовали на благое дело почти 15 тысяч долларов. Правда, результат усилий скульптора их сильно огорчил. Любимая Зинаида вышла откровенно странной. Многие после установки иронизировали, что она похожа на Ельцина. Нет числа монументам Ильича на просторах бывшего Советского Союза, хотя их популяция и сокращается год от года. Впрочем, когда смотришь на установленного после реставрации Ленина в Новом и Шестовской, хочется самому накинуть ему на голову петлю и побыстрее сбросить такое позорище, чтобы не срамил своим присутствием ни населенный пункт несветлые идеи коммунизма. Кривая рука, губки бантиком, откровенная странная форма головы, напоминающая обезьяну. Кто занимался реконструкцией памятника, неизвестно. Во сколько подобное чудо обошлось городской казне, увы, тоже. Один из краеведов Новосибирска в 2019 году назвал этот монумент памятником ненависти к человеку. Достаточно посмотреть на качество скульптур, чтобы всецело в этом убедиться, а заодно заподозрить девушку со скульптурой в близком родстве с уже неоднократно упомянутой Аленкой, которую не так давно демонтировали. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. Жмите на колокольчик. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok